Так называемый мэр Днепра, а по факту руководитель организованной преступной группировки Корбана Филатова, Филатов и по совместительству лидер самопровозглашенной партии Пропозиция, да есть блядь такая, сам охерел. Ну в общем, вот это все чудо опять залетело в коррупционный скандал с распилом деревьев. Другими словами, все рынки были переподелены в Днепре под ОПГ Корбана Филатова. Как мы знаем, парковки, стоянки, это офшор виргинский и так далее. То есть все работает на ОПГ Корбана Филатова. Так вот, эти ребята спалились, правоохранительные органы начали кипишевать. Филатов родил пост, в котором написал, что никакой коррупции, никакого отношения не имеет. Это вообще отдельный анекдот. Ну мы помним, мост, набережную, все эти ремонты и так далее, где было списано до 70% бюджетных денег в обнальные центры. Отвезено частично по заявлению самого Филатова, что в каждом троллейбусе, в каждом метре дорог есть частичка Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас частичка Петра Алексеевича Порошенко стала частичкой Владимира Александровича. Но дело не в этом. Дело в том, что коррупция жила, живет и будет жить в Украине до тех пор, пока мы не придем к власти. И поступим по китайскому сценарию, когда за коррупцию расстрела пулю оплачивает родственники. Сударство даже за это говно пулю не будет оплачивать. Так вот, влетел в очередной скандал. Наш Борис Альбертович, дорогой в прямом смысле этого слова, начал рожать посты, в которых открещиваются от всех коррупционных схем. Напомню, более трех десятков уголовных дел по коррупции находятся сейчас в рассмотрении. Более трех десятков они уже успели закрыть. Через таких же коррумпированных прокуроров, которые сейчас так же сам окрешуют по 161 статье. Мы возбудили за оскорбление всех православных христиан и мусульман. Сейчас это все пытаются похоронить в прокуратуре. Не выйдет, но тем не менее. Короче, Борис Альбертович, весь город знает, что вы пиздите на грани мародерства. Вот так как вы умеете пиздить, так просто. Надо прямо организовать курсы, как надо пиздить местные бюджеты. И Филатов там будет ректором этой академии. Это просто показательные выступления. Это просто эталонный вор с бюджета. Всем хорошего дня. Мы отследим эту ситуацию. Обязательно возбудим уголовное дело на эту тему.